привет дорогая семья добро пожаловать в очередной урок из школы духа который я назвал 7 типов лже пророков о которых церкви необходимо знать и так есть мы знаем что иисус сказал что к вам придут личности волки в овечьей шкуре есть вещи которые сейчас последнее время начали развиваться которые нужно адресовать я писал этих 7 типов с которыми я лично встречался за свой долгий период служения я видел от лжецов манипуляторов до людей которые просто используют деньги то есть мотивация их деньги поэтому дорогие долго не буду тянуть итак 7 типов лже пророков о которой церкви абсолютно необходимо знать итак поехали первый тип я назвал так пророк копирующий и подражающий что это значит это пророк который никогда не получил настоящее призвание то есть он никогда не был призван богом он никогда имел нас нас не имел настоящего дара призвания его он никогда не был поставлен богом на свою функцию скажем так да но очень хочет пророчествовать очень хочет служить то есть это человек который не имеет позицию но очень хочет делать что-то наблюдая за людьми как у них это получается наблюдая за их служением, за тем, что Бог делает через их жизнь. У них есть вот это огромное желание что-то для Бога делать, но это не их функция, это не их место, это не их призвание. То есть у них нет реального помазания и призвания. Но что они делают? Они копируют и подражают настоящим пророкам Бога. Копируют от стиля одежды до стиля пророчества, до стиля проповеди, поведения, другими словами. Они подражают и копируют помазанных популярных пророков. То есть вы можете их видеть, как они похоже одеваются, похоже выражение. Они вырывают куски вещей, которые говорят популярные люди, которые действительно пророки от Бога. То есть они создают видимость служения. Они создают... То есть там реально вы не видите силы, то есть ты реально не видишь эффекта. Это просто люди, которые двигаются из своей физической плотской, плотских желаний и похотей. Они просто-напросто наблюдают за успешными пророками, повторяют все, что те делают, чтобы показаться помазанными, успешными и сильными в Боге людьми. То есть это люди, которые пытаются взять что-то, делать что-то, что им не принадлежит. Этот тип пророков не очень легко распознать. Сразу скажу, некоторые люди не сразу их распознают, так как они пользуются настоящим. То есть смотрите, есть... Сейчас мы пойдем в другие типы, там где есть подделка, там манипуляция. Но эти люди просто хотят быть употреблены Богом, но Бог их не призвал. То есть у них есть, как вам сказать, у них благое намерение быть употребленным Богом, но это не их позиция. Бог призывает их к чему-то другому, но им это не хочется. И я сталкивался с таким типом людей, которых ты абсолютно понимаешь, что в духе они не пророки. Они абсолютно зависят от других пророчеств. Они... Это люди, которые наблюдают, копируют, переписывают, переделывают. То есть чтобы быть похожими на настоящее. Они берут настоящее, вот поэтому их распознать не очень-то и легко, потому что они... Только какой-то пророк что-то сказал, они перефразировали и сказали по-своему. Только какой-то пророк что-то начал высвечивать и адресовать, они это перефразировали, переупаковали и начинают от себя как бы выдавать. То есть они вроде выдают тоже, но это не их позиция, это не их функция. Итак, другими словами, они копируют все, что популярно, все, что сейчас в церкви движется, и то, что Бог высвобождает. Они даже запоминают целые отрезки проповедей и пророчеств, чтобы привлечь к себе внимание. То есть они хотят быть напереди, они хотят быть на сцене, они хотят быть видимыми, слышимыми, они хотят, чтобы их просили пророчествовать. То есть эти люди не призваны Богом, но очень на сцене хотят находиться. Вспомните Симона Волхва, который в Библии захотел за деньги приобрести дар. На кого я возложу руки, вы все помните, я абсолютно понимаю, что я говорю к большинству людей, которые знают Библию. То есть и Симон Волхв, он захотел приобрести дар возложения рук, и на кого я помолюсь, чтобы на них сходил Духся. То есть они увидели апостолов, которые двигаются в очень серьезных дарах, в чудесах, и крещение Святым Духом через их молитву приходят. И этот человек понаблюдал за этим, и без призвания, без таланта, без ничего, да, как бы он захотел, знаете, перепрыгнуть свое одно, вот он был волхв, а здесь он хочет немножко проплатить. И почему? Потому что этот человек, он хочет внимания. Он понимает, что он своим волхвованием, да, как бы уже не привлечет внимание, потому что сейчас пришла настоящая, Библия говорит. И когда Симон, да, Библия говорит, увидел настоящую силу, вот это его, вот эта похоть и сработала. И смотрите, у этих людей не срабатывает, что, о, я иду к Богу, я смиряюсь, я начинаю искать Его лицо, я начинаю и начинаю искать Его призвание, которое Он имеет для меня. Нет. Здесь срабатывает, о, я признаю, что это Бог, но я не хочу идти правильным путем, я вскочу в это, как я хочу. Я выучу все, заплачу, может, какую-то школу даже пройду. То есть это наперсточники, знаете, в духовном мире наперсточники. Они вот эти играют, манипулируют, шантажируют, выучиваются, проплачивают, чтобы только заиметь картинку пророка, чтобы только заиметь что-то, что похоже. Почему? Потому что это все вытекает из эго, из я. Вот посмотрите на меня, посмотрите, как я пророчество, посмотрите, как я выгляжу. То есть вот это тип пророков, да, вот эти мы их называем копирующие и подражающие пророки. То есть вот эти фейки, да. И мы помним Симона, да, он хотел за деньги приобрести то, что имели апостолы. И вы помните реакцию апостолов, насколько она была жесткой, и насколько они и его, и его деньги чуть не прокляли, и то есть ему пришлось там раскаяться. Ну то есть это вот этот тип пророков. Будьте очень аккуратны насчет этого типа пророков, потому что это люди манипулирующие, это люди, которые будут за вами ходить. То есть это не те, когда Бог посылает его в твою жизнь, и что-то происходит. Нет, они будут внимания, они будут постоянно привлекать к себе внимание, что-то делать, чтобы опять быть в тренде, чтобы опять что-то свистнуть, опять что-то грюкнуть, крикнуть, чтобы опять привлечь к себе внимание. То есть это люди, в изначале, в сути своей, очень любящие позицию, очень любящие внимание, и они пытаются на подделке сделать себе призвание. То есть это вот первый тип лжепророка. Второй тип лжепророка – это воры и манипуляторы. Сразу скажу, дорогие, это очень опасная категория, потому что этот тип пророков, главная мотивация – это деньги. То есть вот все, что бы они ни делали, что бы они ни пророчествовали, как бы они ни делали, вы всегда, в их пророчестве, в их проповеди, в их каком-то заявлении всегда будет манипуляция деньгами. Будет типа, месседж будет типа вот этого. То есть они очень хорошо выучили, что люди хотят слышать, то есть они выучили, что люди хотят слышать, что люди хотят видеть, что людям нравится слышать, то есть что активирует больше всего жертвоприношение, на что больше всего ведутся люди, чтобы скинуть деньги, да? И то есть что привлекают топы? На что люди хорошо жертвуют? Именно этим они манипулируют, чтобы обогатиться. В жизни их первороков все превращается, все вращается, все движется вокруг денег. Тобой манипулируют такими фразами. Если ты не посеешь, ты что-то не получишь. Если ты не сделаешь жертву, ты что-то недополучишь от Бога. То есть ты потеряешь свое благословение. Если ты не жертвуешь, ты не перейдешь на следующий уровень. И подобные высказывания. То есть я уверен, вы слышали много такого. Опять же сейчас мы говорим не только о лжепророках, о лжеучителях, то есть о лжеслужителях. Я больше взял как пророчество, потому что в основном люди любят пророчество бегать. Если ты просто учитель, то люди могут тебе поверить, не поверить. Но когда ты выдвигаешь себя как пророк, ты выдвигаешь себя как голос Бога. И вот почему опасны именно лжепророки. Потому что они манипулируют, якобы двигаясь из Божьего призвания, и они тебе говорят как бы устами Бога. И вот поэтому у людей очень много конфуза и замешательства. И вот эти люди, вот этот второй тип пророков, это воры-манипуляторы. Все насчет денег, все о деньгах. Все будет склоняться вот туда вот. Если вы заплатите, вы получите больше молитвы. Если вы вот немножко проплатите, вы будете иметь ко мне больше доступа. Если вы немножко вот здесь что-то купите, что-то приобретете, вы будете иметь это, это, это. То есть в конце всего вы всегда найдете деньги. Мотив деньги, мотив обогащения, мотив сребролюбия. То есть это вот этот тип пророков. Поймите, что Богу не нужны твои деньги. Сразу скажу, Богу ничего от нас не нужно. Он наш Небесный Отец, который имеет все золото его, все серебро его, все его. Даже если когда-то Он побуждает тебя пожертвовать, то это никогда не будет манипулятивно. Это никогда не будет с давлением, с какой-то коррупцией. Это всегда будет исходить из любящего сердца. Это всегда будет выходить из настоящей жертвенности. То есть мы понимаем, что жертва от начала до конца, жертва в Библии есть, но жертва должна быть правильно, поймите, семья. Жертва, никто, я не имею права тебе ничего говорить, Бог должен тебя расположить, дать. А не я должен манипулировать, знаете, фейковать, как-то пролазить, проскакивать, чтобы тебя как-то смотивировать, жертвовать. Никогда это не делайте. Если вы это чувствуете, давление финансовое, выходите оттуда, выключайте. То есть если вы видите, кто-то вас просит что-то пожертвовать, где-то стать частью чего-то, будьте очень аккуратны. Почему? Потому что это именно лжепророки. Это тип, который обогащается на теле Христа, вводя их за нос какими-то вещами. Дальше. Если кто-то вымогает у тебя деньги, чтобы помолиться за тебя, благословить тебя, дать тебе слово от Бога, держитесь от этих людей подальше. Потому что корень всех зол, как бы сребролюбия, и корень их служения, это сребролюбие, нажива и обогащение. Поймите, ничего нет плохого в жертве. Сразу скажу, я не против жертвы, я не против десятин, я не против посева. Наоборот, в царство Бога это хорошо жертвовать. И даже Иисус смотрел на вдову, как она жертвовала. Но он почему-то обратил внимание на эти две лепты, на эти две копейки. Это ее было дневное проживание, она отдала все, что имела. Почему-то Иисуса сердце сработало не количество, а именно сработала любовь, качество. Он смотрел на эту женщину, вдову, и он говорит, посмотрите на нее. Она пожертвовала все. То есть в глазах Бога Иисус четко высветил мотив сердца жертвы, а не количество и там какие-то вещи. Поэтому, родные, пожалуйста, будьте аккуратны, когда где вы не были, вас постоянно давят, манипулируют и призывают вас жертвовать с такой целью, что вы что-то недополучите от Бога, что-то вы не войдете, и они таким образом выжимают из людей финансы, чтобы якобы они получили что-то большее. Да Бог для тебя приготовил все, Бога вообще деньги не интересует, Он хочет тебя благословить, да? Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Вспомните тип в Библии человека, который вот примерно похож на лжепророка. Вспомните Валаама, да? Когда царь Валаак призвал его проклять Израиля, и он сказал ему, что я тебе дам, то есть он дал ему финансовую, скажем так, мотивацию, и Валаам запросто прется проклинать свой же народ во имя Бога из-за вознаграждения. То есть это вот этот тип пророка, вот это Валаамы, да? Они что угодно будут делать, что угодно будут пророчествовать, чтобы манипулировать и выдавить, в конце концов, из тебя финансы. Следующий тип пророков, это третий тип пророков, я его называл, это замаскированный пророк, это экстрасенсы в маске, в одежде, да, в кавычках пророка. Поймите, этот тип лжепророков, он срабатывает на младенцев во Христе, потому что им кажется, что, о, этот человек великая сила Божия, как мы сказали, да, вот этот Симон Волхов, смотрите, что Симон Волхов делал. Он удивлялся и выдавал себя, якобы это сила Божия. Вот вспомните это место из Библии, он не выдавал себя как сатанист или как оккультист. Написано, люди удивлялись этой силе Симона Волхова, ибо думали, что это сила Бога. То есть, Симон Волхов маскировался, то есть, оккульт маскировался под силу Бога. То есть, это вот этот третий тип людей, это замаскированные пророки, которые пользуются силой и знанием второго неба. Они будут, скажу так, эти экстрасенсы, они будут удивлять вас знанием вашего прошлого, знанием ваших деталей, которых никто не знает. Но все, что они имеют, это контакт с фамильными, фамильярными духами во втором небе, которые знают вашу жизнь, и они рассказывают, что с вами было в детстве там, что с вами случилось и так далее. То есть, у них есть абсолютно простейший доступ до второго неба и информации о вас. То есть, это абсолютно оккультные вещи, абсолютно все экстрасенсы, маги, колдуны пользуются именно этими ключами, входя во второе небо и пользуясь фамильярными духами, которые знают человека, с которым они работают. И так они захватывают многих людей. Итак, этот тип пророков прикидывается и подделывается, движимые оккультизмом, оккультной силой и мудростью, которую они черпают из второго неба, из демонического мира. Фамильярные духи дают о вас информацию, и они будут захватывать вас своим знанием того, что с вами происходило и происходит. И потом они будут вам проучиться, что с вами будет происходить. То есть, это вот эти вот симоны-волхвы, которые выдают оккульт за силу Бога. На этот тип пророков часто попадаются тех, у кого нет личных взаимоотношений с Иисусом, нет глубоких истин и хождения со святым духом, у них нет духовной жизни, и они не ведущие в слове Бога. То есть, это вот эти самые начальные младенцы во Христе, которые не хотят возрастать, но хотят иметь знания, они попадаются на этот тип пророков. Поэтому берегитесь, будьте аккуратны насчет вот этих замаскированных пророков. Почему? Потому что они будут иметь якобы информацию, но их жизнь, их плоды, все не будет совпадать, то есть, с тем, кем они себя репрезентируют. Там всегда будет вот эта вот вещь, которая будет, у вас будет всегда вот эта чуйка, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Поэтому будьте аккуратны насчет вот этого третьего типа. Двигаемся дальше. Четвертый тип лжепророков. Лжепророков. Это пророк в отступлении и заблуждении. Сейчас объясню, что это. Этот тип пророков, они призваны, и у них есть дар настоящего пророчества от Бога. Сразу вот это хочу сказать, чтобы все понимали, о чем сейчас идет речь. Этот лжепророк в реальности призван быть настоящим пророком. Но эти люди не захотели пройти подготовку, они пошли на компромисс, они не захотели стать на путь Христа. Поймите, что дары, таланты не приложены. И когда Бог кого-то призывает пророкам, знаете ли вы, что все колдуньи – это пророки и провидцы, которые не захотели служить Богу? Дьявол просто берет дар пророка и провидца и употребляет в своем царстве. Дары, они не приложены. Мы с вами уже рождаемся с даром, например, как я учитель, кто-то рождается с даром молитвенника. То есть мы уже, Бог нас уже препрограммировал, присоздал, призапаковал нашим призванием, дарами и талантами. И просто что дьявол делает? Он употребляет этот дар для своего царства. И вот этот тип пророков, которые в отступлении и которые живут в заблуждении, которые вводят людей в заблуждение. Почему тяжело распознать этих пророков? Потому что ты на них чувствуешь настоящее призвание. Они, когда говорят, ты чувствуешь искренность в их словах. Ты чувствуешь, что там действительно что-то есть. Там действительно есть дар и талант. Это не просто люди, которые фейкуют, как первый тип. Чисто подделка и копирование чего-то. Здесь ты наблюдаешь настоящие вещи. Но эти люди не захотели пройти подготовку сокрушения, смирения. Они не захотели уплатить цену, которую платят пророки. Цену отвержения, цену смирения, цену самоотдачи, посвящения своей жизни Иисусу Христу. Они хотят жить разгульной жизнью. Они хотят делать то, что они делают. Но в то же самое время они хотят быть употреблены. Они хотят участвовать в каком-то служении. Эти люди были верны Богу вначале. Поймите, у этих людей было хорошее начало. Эти люди принадлежали когда-то Богу. У них действительно был дар и талант. Но жизненные обстоятельства, компромиссы, грехи, влияние окружения сбило их с пути Христа. И они просто превратились теперь уже в подделку. Теперь они уже несут совершенно не то. Теперь они несут абсолютную ересь, абсолютное заблуждение. Часто, смотрите, опасно то, что они имеют настоящее помазание и дар. Но их жизнь не совпадает с принципами учеников Христа и Евангелия. То есть вы можете видеть, я не буду называть имена, Вы можете видеть этих пророков, которые, вот он собирает толпы, пророчествует, и здесь же он пьет, спит с другими женщинами, развелся со своей женой, разрушил то, где-то украл деньги с какого-то служения. То есть это вот этот тип людей, которые вроде ты на нем видишь, вроде дар и талант, вроде говорит какие-то вещи. Но жизнь абсолютно в тар-тарары ничего не совпадает. Потом он в каком-то ребели тот сам на центре, освобождается от этого. Потом опять выходит на сцену, опять чувствуешь талант, опять от него что-то идет. Семья, поймите, это люди, которые имеют от Бога талант, но они абсолютно не совпадают, потому что не посвящены, не хотят обрезаться, не хотят идти путем смирения, освобождения и освящения. То есть это вот эти люди. Часто эти люди имеют серьезные зависимости и не свободные в некоторых сферах своей жизни, но продолжают пророчествовать и служить. В то же самое время люди их видят в нечистую жизнь. Иногда мы смотрим на этих людей и думаем, ну как? Ну как? Только что вот пророчество, тут бах, уже с другой женщиной, бах. Потом смотришь, какие-то пошли новости, украл деньги, куда-то сбежал, какие-то наркотики, какие-то манипуляции. Ты думаешь, что это? Это вот этот тип людей, ребят. Это вот этот тип людей и семья. Почему? Потому что они призваны Богом, они имеют дар. Когда они открывают рот, это интересно. Почему? Потому что это дар и талант, он работает. Но их сердце, жизнь, стиль, образ абсолютно ничего общего с Христом не имеет. Эти люди всегда заботятся больше о своем имидже, чем о чистоте своего сердца и непорочном хождении перед лицом Бога. Эти пророки могут быть восстановлены в своем служении, и при звании могут быть семья, если действительно раскаются и пройдут путь восстановления и смирения. То есть Бог прощает, если они покаются. Бог их восстановит, если они действительно на этот путь станут. Но чаще всего эти люди идут легким путем, манипулируя даром, пользуясь статусом, но никогда не меняя своей жизни в реальности. Это четвертый тип пророков. Идем в пятый. Пятый тип лжепророков. Это пророки хорошего самочувствия. Боже мой, как мне это уже... Вы знаете, я немножко устал от этого. Почему? Потому что, конечно, мы призваны людей поддерживать, мотивировать, помогать, суппортировать. Да, но пророк это 50 на 50. Это человек, не который постоянно пророчествует, только хорошее. Итак, этот тип пророков мотивируется популярностью, лайками и просмотрами. Стоп. Популярностью, лайками, просмотрами, аудиторией. Это значит, они не будут ничего говорить, что подмочит их репутацию. Они не будут говорить слово Бога. Они не будут публично обличать грех. Они не будут ставить вещи на свои места. Они не будут... То есть, они будут только хорошее самочувствие. Только feel good profits. Знаете, в Америке есть такое... В английской речи есть такое классное выражение. Feel good profits. То есть, все, что только feel good. Только что хорошо. Только что-то плохое, все, это негативная энергия. Я не хочу это слышать. То есть, они... Вот у них вот так все вращается вокруг. Хорошо, все, классно. Только что-то... Это уже не от Бога. Бог не может. Бог нас не судит. Семья. Конечно, Бог нас не судит, но Он нас корректирует. Дух Святой... Да, сейчас не время суду, сейчас время благодати, но Бог нас исправляет. Посмотрите всю Библию, как Иисус через Иоанна на острове Патмос обращался к своим церквям, обращался к своим пасторам, обращался. То есть, Дух Святой, настоящее пророчество внутри себя имеет не только, как вам сказать, исцеление, позитивное пророчество, какие-то хорошие вещи. Оно внутри себя имеет обличение и коррекцию. Ты не можешь от этого уйти. И когда ты читаешь Ветхий Завет, пророки Нового Завета, ты всегда видишь обе стороны. И поэтому эти пророки, они мотивируются популярностью, лайками, просмотрами, статусом, имиджем, престижем, своим уровнем. И они это не хотят потерять. Самый верный путь, как потерять последователя, это начать говорить правду. Серьезно? Начать говорить. Почему Иисус говорит, вас возненавидят за имя мое? Почему? Да потому что мы будем, мы ученики Христа, мы будем говорить вещи, которые будут идти против шерсти. Они будут идти против этого социума. Они будут резать, они будут бить, они будут обличать, они будут корректировать. И естественно, мы этим не занимаемся 100% нашего времени. Конечно, мы поддерживаем, конечно, мы мотивируем, любим, суппортируем. Помогаем людям. Да, как вот учителя, пророки, как служителя. Но это 50% служения. Итак, это те пророки, которые пророчествуют только позитивное, только хорошее, только то, что приносит прекрасное самочувствие. Они никогда не корректируют, не исправляют ошибки в жизни людей или в теле Христа. Они не адресуют то, что действительно должно быть адресовано, потому что они боятся потерять своих последователей. Потому что, и поэтому и пророчествуют только позитив, только позитив, только позитив. Как в Библии четко говорит, они пророчествуют, как Бог обращается, они пророчествуют. Они говорят мир, а Бог говорит там, где нет мира. Они пророчествуют ложь. То есть, Библия четко адресует, что вот этот тип пророков, только мир, только позитив, все нормально, ты что-то не то говоришь. Итак, они никогда не обличают грех в жизни людей. Никогда не корректируют ошибки и проблемы в теле Христа. А они боятся говорить правду, потому что правда чаще всего закроет двери и отвернет от них людей. А они хотят быть популярными. То есть, вот это люди, которые сидят, их эго сидит на троне, и чтобы, не дай бог, их что-то с этого скинуло. Они пророчествуют только то, что люди хотят слышать. Они избегают того, что действительно Бог хочет сказать. То есть, вот это, дорогие, пятый тип пророков. Это пророки хорошего самочувствия. Итак, шестой тип лжепророков. Я называю это пророки шоу-бизнеса и популярности. О, это очень интересная категория. Сейчас давайте немножко коснемся ее. Этот тип пророков, это все насчет имиджа и шоу. Все с иголочки. Видео должны быть профессиональные. У него всегда фотосессии. Он всегда на каком-то троне, у какого-то вертолета. Он выходит с какого-то лимузина. Он всегда в красивом костюме. Другими словами, это люди шоу-бизнеса. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Таких пророков сейчас хватает. Как не включишь там какие-то высказывания, какие-то вещи, все блестящее, богатое, в золоте, в красоте. Все должно быть такое, знаете, прям-прям-прям вот должно быть на высшем уровне. Это пророки шоу-бизнеса и популярности. Это тип пророков, у них все насчет имиджа и шоу. То есть пророчество у них это не служение, это шоу. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Это те, кто любит шокировать толпу своим знанием. Это те, кто идут в соцсети, изучают информацию о вас, и потом публично ее вам цитируют. И люди иногда в шоке. Да ты на Фейсбуке и в своем контакте, и в своих одноклассниках эту информацию выложил. И не нужно быть человеком сильно глубоким, чтобы пойти, чтобы примерно знать, кто ходит в эту церковь, да, узнать людей с этой церкви очень легко. Проследить за соцсетями церкви, увидеть, кто комментирует. Ты увидишь точно, кто будет на конференции. И эти люди что делают? Они заходят в соцсети этих людей, изучают их личную персональную жизнь, и потом начинают говорить тебе, я вижу, я вижу номер, номер на автомобиле, номер на автомобиле, бла-бла-бла-бла. И ты такой, откуда он знает номер моего автомобиля? Да твой автомобиль на Фейсбуке везде сфотанный, со всеми номерами и так дальше. Я вижу, я вижу, у кого-то есть это, у кого-то это, у кого-то то. То есть они начинают цитировать такие, знаете, вещи, которые угадать как бы нельзя. Но если ты внимательно подумаешь, все эти вещи ты выложил в соцсетях. Это вот эти пророки шоу-бизнеса. Им плевать на Бога, им плевать на все. Они захвачены собой, и они хотят, чтобы люди были шокированы ими. То есть их цель, это даже не деньги. Деньги, само собой, там оно все есть в пакете. Но эти люди больше захвачены шоу. Эти люди больше захвачены имиджем. Эти люди больше захвачены красотой. То есть вот эти вещи. Итак, они изучают информацию о вас, потом публичную вам цитируют, приводя толпу в шок. И ты стоишь в шоке, и он цитирует. И люди, да, да, и все, да. И те, кто знают этого человека, точно, точно я знаю это у него. То есть что это? И потом в конце с тебя денежка собирается. И потом в конце там раз, тебя и так постригли хорошо. И овца постриглась, и счастливая. А он просто тебя за нос водит, и все. Это всего лишь духовный наперсточник, да, который любит шоу-бизнес. Итак, это те, кто любит быть видимыми и слышимыми. Ты когда откроешь их соцсети, Бог мой, они там тебе будут, они будут и свидетельства куда-то откуда-то вытаскивать. Они будут за людьми бегать. Расскажи, как Бог тебя коснулся. То есть они будут эти кусочки, нарезочки все выставлять. И это все не насчет Бога будет. Это насчет точности их пророчества. Это насчет точности их слова. И они там все в шоке. Бог, ничего в жизни человека не изменилось. Он просто удивил знанием человека о его интимной жизни, которую он же выложил там в каких-то соцсетях. То есть это не тяжело накопать. Для человека, который хочет углубиться в мою жизнь, он может сейчас накопать всю мою информацию, пойти в мою биографию, пойти в мои фотографии, залезть 10 лет назад в какие-то фотки, на какой-то фотке увидеть какую-то мелочь, и потом сказать вот эту мелочь. И ты такой, точно, точно, да, у меня в доме было. Я вижу у человека, у него дома. А у меня в доме тут, знаете, вон куча вещей стоит. Я вижу, я вижу у него корабль. У тебя в офисе корабль есть? У тебя в офисе корабль стоит? Да, корабль стоит. Вот он стоит, корабль. Вон, вот он. Вон корабль стоит. Просто подарок мне кто-то, помню, подарил на день рождения. То есть вот корабль. И что они делают? Они ухватывают какие-то вещи, которые как бы сильно никто внимания не обращает. Но ты в шоке. У меня в офисе корабль. Точно откуда он знает? Да оттуда он и знает. Он фотку увидел, видео увидел. То есть это вот эти люди. Они всегда выглядят идеально с иголочки. Это делается, чтобы иметь большое имя и популярность. Они любят, чтобы о них говорили. Они любят, чтобы их репостили. Они любят, чтобы их щерали. Да, как бы делились их вещами, их фотографиями. Они любят, чтобы их просили пророчествовать и служить. Они очень любят внимание. Они любят фотографироваться. Как правило, вы этого человека увидите где-то сфотографировано на каком-то красивом троне. Вы увидите на каком-то красивом кресле где-то какая-то гламурная открыта Библия. И там и такой костюм. И вы увидите такой шик. Потому что на фотку глянешь и скажешь, о мой бог. То есть вот это все делается для этого. Они, как правило, около какого-то джета сфотаются, около какой-то спортивной машины. И там какие-то будут высказывания. Бог хочет тебя благословить. Там, знаете, внизу, там, как с каким-то вертолетом-самолетом в спортивной машине. Или там на каком-то троне, одетый в какие-то дорогие костюмы. То есть это вот это все. Вот это люди шоу-бизнеса. Им реально плевать на служение, на бога, на смирение, на коррекцию, на все. Им просто нужен вот этот шок. Вот этот фалловер. Вот эти все лайки, просмотры. Вот эти все вот эти. То есть гламур пророка. Не сама функция и офис пророка. Они ведут, в конце концов, они ведут людей не к богу, а к себе. Итак, вот это был у нас с вами шестой тип пророков. Шоу-бизнеса, популярности и гламура. Последний, седьмой. И мы заканчиваем. Седьмой тип лжепророков. Это нерожденные свыше пророки. Это очень уникальная вещь. Это те, которые никогда не раскаялись, не родились свыше и не посвятили свою жизнь богу. Вспомните сыновья Офни и Финьез, сыновья Илья, которые никогда не были рождены свыше. Они были лидерами. Они были пророками. Они были детьми пророка Ильи. И Библия говорит, что они жили при храме. Они спали с женщинами. Они крались пожертвования. То есть это седьмой тип лжепророков. Это вот эти пророки, которые родились в церкви. Это которые видели, как работает механизм пророчества служения. Они изучили это все. Никогда своя жизнь богу не была отдана. Никогда они не посвятили свою жизнь богу. То есть вот вспомните историю Илья и его двух сыновей Иофни и Финьез. И Библия говорит, что они своим поведением развращали народ. Они отвращали, Библия говорит, народ от жертвоприношения богу. И бог не только уничтожил Илья, он уничтожил и этих сыновей. И Илья тоже, потому что он их не воспитывал, не корректировал. Я верю, что вы все эту историю хорошо знаете про Илья. Итак, это вот эти Офни и Финьезы. Это те, которые никогда не раскаялись, не родились свыше, не посвятили свою жизнь богу. Это люди, которые знают хорошо Библию. Это люди, которые слышали с детства проповеди. Они в воде крещённые. То есть у них весь набор и вся биография, они выглядят пёстро, они выглядят красиво на бумажке. Это вот дети таких-таких. И у них там такая, знаете, в кавычках, такая родословная, знаете, такая богатая, родословная. Там деды, депископа, отцы, пастора, епископа, евангелисты. И тут два вот эти, Офни и Финьез, да. Вот это седьмой тип лжепророков. Они имеют дар, да, как бы они имеют, они как бы понимают, они изучили всё это. На них есть призвание, на них есть, но они никогда не раскаялись. То есть Бог хочет их употребить, но они не рождены свыше. Это не тот тип пророков, о котором мы говорили, да, что люди родились свыше, но потом сбились с своего пути. Эти изучили всю атрибутику, механику, всё служение. Увидели, на какие вещи люди плачут, и они используют вот эти все вещи. Но они живут абсолютно мирской жизнью. Вы можете видеть, как они вульгарно себя ведут. Им плевать. То есть они дети епископов, они дети пасторы, они дети каких-то там дьяконов. Они творят, что хотят. И здесь же у них вульгарная жизнь. Он с одной девушкой, с другой. Он там финансовая манипуляция, ложь, махинации. То есть ты можешь видеть, наблюдать жизнь этих людей. Она очень расшатана и очень ушатана. Они ведут себя вульгарно, позволяют себе от наркотика, алкоголя до секса с прихожанами церкви. У них, у этих людей без проблем грех сочетается с служением. Почему? Потому что внутри никогда не родились свыше. И у них нет голоса, который корректирует их и поправляет. У них никогда не было раскаяния. У них никогда не было посвящения Богу. Это просто те, кто выросли при храме, скажем так. Те, кто изучили язык служения и те, которые сейчас используют это ради своей наживы и выгоды. Они не имеют плодов духа. У них нет ни любви, ни смирения, ни почтения. Их образ жизни доказывает то, что они не знают Бога. То есть как мы узнаем, что люди не знают Бога? Образ жизни, образ твоего поведения, образ твоего характера, то, что ты не меняешься, только становишься хуже, становишься хуже, а мне доказывает, что эти люди никогда не покаялись и не знают Бога. Они используют знания Библии и манипулируют свои позиции для соблазна детей Бога в грех. То есть вот это, дорогие мои, я на этом остановлюсь. Семь типов лжепророков, о которых церкви необходимо знать. Надеюсь, кому-то помогло. Может быть, ты знаешь, о ком я говорю. Может быть, вы видели таких людей. Но, в принципе, это предостережение. Если вы это видите, будьте очень аккуратны и будьте очень осторожны с этими типами людей. Благословения вам, дорогие. Увидимся в следующем уроке. Пока.